Всем здравствуйте! Добро пожаловать в мое новое видео из серии новогодних мейков. Для сегодняшнего макияжа я решила выбрать одно из самых модных направлений в современном макияже. Это кошачий глаз. И сегодня начну я с подготовки кожи. Я сейчас наношу на зону под глаза консилер персикового оттенка, который помогает замаскировать синячки под глазами. И далее наношу в средней плотности тональное покрытие от Estee Lauder версии Light. Главным акцентом такого макияжа, конечно же, считается яркая подводка и вздернутый внешний уголок глаза, который мы будем создавать с помощью стрелочки. Я высветляю область под глазами и притаптывающими движениями пальчиком либо бьюти-блендером впечатываю в кожу. Ну а праздничность такому макияжу мы придадим подводкой с глиттером. Припудриваю область под глазами и приступаю к оформлению бровей. Зачешу волоски вверх и карандашом выделяю нижнюю границу бровей. Сегодня я не буду расширять брови, а оставлю их естественную форму. Бровь у меня сама по себе вздернута и как нельзя лучше подойдет к сегодняшнему образу. Зафиксирую волоски прозрачным гелем для бровей. В последнее время использую постоянно этот гель для укладки бровей от Kiko Milano прозрачный. Мне нравится у него такая двухсторонняя щеточка и с длинными и с короткими щетинками очень удобно укладывать брови. Далее воспользуюсь палеткой от NYX. Базовая палетка с бежево-коричневыми оттенками. Довольно низкой пигментации, но для повседневных макияжей подходит очень хорошо. Завожу бежевый оттенок в орбитальную складку, немножечко подтушевываю вверх и вытягиваю не в направлении виска, как обычно, а чуть выше, чтобы получилось более вздернутое веко. Далее беру оттенок чуть темнее и завожу его в складочку. Так бы затемняю складку. Кисть для этого использую чуть поменьше, чтобы не выходить за пределы складки. И направлением растушевки теней я задаю направление будущей стрелочки. Этот же оттенок я наношу на нижнее веко и соединяю нижнюю тушевку с верхней, как бы создавая ими единую форму. Я делаю поэтапно оба глаза, чтобы максимально придерживаться симметрии. Я беру хайлайтер с достаточно сильным сиянием. У меня это хайлайтер светло-бежевого оттенка. Наношу во внутренний уголок глаза и немного оттягиваю хайлайтер в направлении кончика носа. Этим же хайлайтером я подсвечиваю под бровью. Такой прием с хайлайтером позволяет визуально как бы развернуть глаз и сделать более вздернутым внешний угол его. Сегодня я использую коричневую подводку. Можно использовать, конечно же, и черную подводку, и цветную подводку, любую, какая вам нравится. Я использую подводку с очень удобным аппликатором. Это тоненькая кисть, подводка от Sensai, жидкая. Показывала ее не раз уже в своих видео. Очень удобно для прорисовки именно стрелочек острых. Начинаю выстраивать направляющую стрелки. Можно начать с внешнего уголка глаза. Я начала в данном случае даже чуть выше, примерно на полтора миллиметра. И стрелку рисуем такую довольно вздернутую. Не в направлении виска, а чуть выше. Например, за ориентир можно взять кончик брови. Я уже нарисовала тело стрелочки вдоль линии роста ресниц. И закрасила всю стрелочку вместе с хвостиком. Теперь уже можно подкорректировать толщину стрелочки, если хочется. Обязательно затемнить межресничку, чтобы не просвечивала кожа. И даже верхнюю слизистую прокрасить хорошенько. И сейчас я рисую внутреннюю стрелку. Провожу направляющую от уголка внутреннего глаза. В направлении том же, что мы наносили хайлайтер. Это кончик носа. И далее ровной линией соединяю со слезным каналом. Это должна быть прямая линия. Всю серединку я закрашиваю. И угол наших стрелочек, внешний и внутренний, должны примерно совпадать. То есть стрелочки должны как бы параллельно идти друг к другу. Я взяла самый темный оттенок коричневых теней из этой же палетки от NYX и зафиксировала стрелку тенями. Все то же самое я повторила на втором глазу. Теперь мы смотрим, как это выглядит. Тут мне захотелось немножечко затемнить нижнее веко. Я использую те же темно-коричневые тени матовые. И кистью наношу на нижнее веко, подтушевываю. И раз уж мой кот проник ко мне в кадр, мы можем оценить, как выглядит реальный кошачий глаз. Теперь подчеркну наши стрелочки подводкой с блестками. Я использую подводку от NYX. Универсальная сияшка. Содержит в себе и золотые, и серебряные блестки. Хорошо сочетается с любыми украшениями. Подводкой я дублирую нижнюю линию внутренней стрелочки и внешней. Наношу на ресницы черную тушь. У меня это Vivienne Sabo. Самая бюджетная и самая любимая тушь у меня в косметичке. Она не водостойкая, поэтому подходит для повседневного использования. Тут я уже сижу, оцениваю, насколько я стала похожа на кошку, и чтобы у нее вообще хотелось добавить в этот макияж. Думаю, без ресничек все-таки не обойтись. Они придадут выразительность глазам и усилят еще больше эффект взернутых стрелочек. Я решила сделать акцент именно на уголках внешних глаз. Я отрезала самые кончики у накладных ресниц и приклеила их. Можно также было воспользоваться пучками. Теперь нанесу немного бронзирующей пудры. Особенно сделаю акцент на скулах. Немного приподниму их линию, чтобы придать лифтинг эффекту, во-первых. Ну и такой более кошачий дикий образ подчеркнуть. Кистью поменьше немного затемнила боковые стороны носа, но обязательно растушевала кистью от пудры, чтобы не было четких границ. Сегодня нанесу на щеки бежево-оранжеватый румяна. Они немного сияющие, но на лице выглядят матовыми. Такой цвет румяна очень хорошо сочетается с загаром. Летом у меня это был очень востребованный оттенок. Румяна от MAC. Название оттенка я вставлю сюда в видео. Этот же супер сияющий хайлайтер, который мы наносили на глаза, я наношу на скулы и соединяю как бы с подбровным хайлайтером. Получается такой треугольник. Хайлайтер на самом деле очень красивый, далеко не деликатный, очень бюджетная палетка, но именно центральный рефил я использую очень часто. Остальные как-то мне не особо приглянулись. Описание продукта также вставлю в видео. Добавляю немного этого хайлайтера на ложбинку на переносице и на галочку верхней губы. Сегодня я решила оставить акцент макияжа именно на глазах. На губы не буду использовать ни карандаш, ни помаду. Нанесу стойкий тинт. Использую жидкий тинт от Dior. Он очень хорошо подчеркивает естественный оттенок губ. Придает ему более такой насыщенный цвет, но губы выглядят максимально естественно. Тинт очень жидкий, полупрозрачный. С его помощью вы не сможете придать четкую форму губам, а вот эффект растушеванных губ очень хорошо получится с ним. Наношу в слизистую, сияющий, ванильного оттенка карандаш от Estee Lauder. Это поможет придать объем глазам и немного подсветить их. Субтитры создавал Dior. Субтитры создавал Dior.